Продвижение культуры и православия, участие в законодательных инициативах, реализация социальных проектов – это, пожалуй, ключевые направления, которые обсудили на съезде русских общин. Отдельное внимание уделили гуманитарной помощи бойцам, выполняющим свой воинский долг в зоне СВО. В работу включены волонтёры, депутаты, представители власти и просто неравнодушные жители Приволжского федерального округа. Езжу сама на фронт, собираемся несколькими группами волонтёрскими, собираем гуманитарную помощь бойцам, которые, так скажем, не то что просят оказать, есть ли возможность оказать. Вот крайний раз русской общиной обратилась я к ним, просто нужны были сапоги-дутики прямо там правильно быстро собрать. От русской общины собрала, так скажем, средства, на них закупили дутики утеплённые и повезли. Принцип взаимопомощи лежит в основе русской общины. Сообщество действует больше, чем в 80 регионах страны. Программа съезда в Ульяновской области рассчитана на два дня. Первые посвятили обсуждению главных задач, как эффективно построить диалог между жителями регионов и властью. Такая коммуникация в дальнейшем поможет адресно подходить к решению проблем. Основные цели русской общины – это объединение русских людей, взаимопомощь друг к другу. Мы объединяемся в плане взаимопомощи, чтобы людям… Также помогаем сейчас СВО, малообеспеченным семьям помогаем. Основные тезисы первого дня – это два мероприятия. Первое направлено именно на ознакомление для последующей консолидации. Вторая часть – это именно крупный стол русских общин со всего положения. И второй день – это культурно-активная часть. Центральным событием второго дня стал мастер-класс по исконно-русским боевым искусствам. После были определены лучшие практики единоборств, которые будут развивать в Ульяновской области.